111 лет назад родился Алексей Николаевич Романов, цесаревич-мученик, чья жизнь была для современников примером огромной силы воли и любви к ближним. «Я люблю вас всем своим маленьким сердцем» — так называется выставка, открывшаяся в Екатеринбургском духовно-просветительском центре «Царский». Библиотечную экспозицию, рассказывающую о наследнике Российской империи, посетила наша съемочная группа «Слово Надежде Калининой». «Красивый мальчик с чистым, открытым лицом» — так многие люди, знавшие цесаревича Алексея, писали о нем в письмах и воспоминаниях. О нем не создано монументальных трудов, ведь юноша прожил всего 13 лет. Но по прошествии столетия многие историки сходятся во мнении — это был искренний и по-настоящему преданный своей стране человек. Узнать о жизни и судьбе одного из святых царственных мучеников можно на выставке «Я люблю вас всем своим маленьким сердцем». «Это фраза самого цесаревича в одном из писем своих он написал близким. Вот эту фразу, которая так очень трогает. И действительно ощущение, что цесаревич любит нас всем своим далеко не маленьким сердцем». Также в день открытия экспозиции прошел мастер-класс по изготовлению бумажной модели яхты. «Это как бы можно сказать или эсминец, или это можно сказать кратко авианосец. А еще он может плыть и на парусах, но если там паруса, например, там или порвутся, там или еще что с ними сделается. Вот за них работает мотор, и там газ выходит через эту трубу». Саша назвал свой корабль в честь цесаревича Алексея. «Это был человек, он был чистый. Его часто называют святый ангел или святый отрок». Проведение подобного мастер-класса не случайно, ведь большая часть жизни цесаревича связана с императорской яхтой «Штандарт». «Яхта «Штандарт»» — это не просто средство передвижения, а настоящий дом для семьи императора Николая II. На этой яхте Романовы путешествовали, устраивали балы, а также жили обычной и повседневной жизнью, крепкой и дружной семьи. День памяти цесаревича Алексея завершился концертом «Светлый отрок», прошедшим в духовно-просветительском центре «Царский».